А вот я не могу. Как ты? Я не могу. Я не говорю. Я не могу. Я не могу. Я не знаю, что мы оставляем горошину, но я не могу. Я не могу. Сколько ты оставляешь? Мы не намачиваем щетку, горошинку пасты кладем на щетку, и тогда начинаем чистить. Не намачиваем? Почему я всегда мочу щетку, только потом горошинку зубной пасты? Это не сладко, да? Потому что мы используем мягкую щеточку, поэтому не нужно ее намачивать. То есть начиная от ясны, ровненько мы вот так вот начинаем, то есть ровно мы не чистим. То есть не вот так вот мы не делаем. Начиная от ясны вниз поворачивая ваш локоть, то есть. 5 шаги, 1 шаги, 1 шаги, 1 шаги, 1 шаги, 1 шаги. Каждый зубик мы чистим по 3-4 раза, начиная от ясны проходимся вниз. Так же снизу зубы, так же. То есть внутренней стороны мы вот так вот ровненько прямо чистим. Задние зубы мы так же жевательные, с боку начиная вверх чистим. Так же верхние жевательные, да? У меня язык я чищу, кстати, прикольная штука, пластиковая. Так же задние, задние мы проходим 3-4 раза сзади. И уже в конце сверху наши жевательные зубы мы уже вот так вот прочищаем. То есть обязательно не надавливая сильно на вашу зубы. Берем из зубы на янах, да? Так же обязательно чистить язык, да? У меня язык я чищу, кстати. Прикольная штука, пластиковая такая специальная лопаточка. Это прям реально классно. Я почувствовала, что это такое. Налет снимает очень хорошо, да? И всегда приятный во рту, ну, запах. Мне очень стыдно из-за того, что я неправильно очистила зубы. И вот так вот все очищу, как нас учили в детстве. Берем зуб за мандыни, я очень приятный. Поэтому мне и все врачи говорили, у тебя вся эмаль стерта, все неправильно. Зачем ты это делаешь? Какой тип щеток нужно использовать? По мягкости, они же различаются. Может бренды какие-то хорошие, не знаю. У нас есть ли фаршка, а то есть ли это какие-то маленькие? Или если тебе добавить какие-то фаршки? Ваши фаршки? Я кружу, если я вам есть фаршки. Я с кружу. Я кружу, с кружу, со мной и я не люблю. С кружкой, с кружкой, с кружкой. Я люблю ее. Кроплах. Кроплах. То есть здесь, доктор любит, использует Кроплах и советует своим пациентам. Они получаются очень мелкие. Есть очень много маленьких щетей иногда. и они в принципе самые хорошие многие выбирают зубные щетки вот прям вот такие там там торчит там торчит они все-таки какие-то интересные я люблю утром должны быть уровень и должны быть ровные ровные а ровные если кончик там утончается или прям ровные вот такие вот прямоугольники или лидору азасву нюкса ведь дорогие щетки они все такие фельдебоберные но на самом деле это не очень хорошо что это в принципе не имеет значения может чуть-чуть уменьшаться до к веку главное чтобы здесь они как главная была четко вода и мягкая и мягкая для чего жесткие используются каких случаях и что вот такая очень твердая да щетка она вредит очень зубов и наверное используют только для тех кто сильно там много кури да и много топе они прям там обеспечивают например мягкой не могла почистить у меня очень сильно быстро нарастает зубной камень прям очень быстро я вот только сделаю чистку у меня в течение месяца уже зубной камень мягкой щеткой этот камень я не могу убрать я всегда твердой пользовалась но у меня и маль стёрта поэтому ищи по тапку может быть тогда хотя бы среднюю я просто неправильно технику чистить нечетку надо было делать не все не быстро делать да а тщательно каждую зубик по три-четыре раза проходить и тогда даже мягкой щеткой можно все вычистить ну теперь я поняла не стыдно ребят может кто-то есть такой же как и я видите мы не знали спасибо большое за интервью я очень рада что вы дарите классные улыбки и то что мне сделали его и пациентами чем я буду рада просто если вы приедете на лечение к нам спасибо большое ждем вас в нашей клинике с нетерпением не переживайте встретим трансфер отель проживание отдых турция анталия лара красота солнце песок море фрукты на то есть организуем вам отдых вместе с лечением пишите сделаем просчет на расстоянии бесплатно просто несколько 66 фотографий и если понадобится рентген все мы вам посчитаем и можно пока пока спасибо что посмотрели и до встречи до встречи